Слава Украине! Привет всем от Павловского и с Новым Годом! Друзья мои, сегодня наступает Новый Год. Завтра наступает Новый Год. Сегодня, ну не важно. Сегодня ночью Новый Год. И хотелось бы всех, во-первых, поздравить с этим праздником. И самое главное сказать, что есть очень несколько важных вещей, которые мы пережили в текущем году. И которых хотелось, чтобы не было в наступающем. В текущем, в 22-м году мы от наших, так сказать, братьев получили нож в спину, получили войну. Они решили, что самое простое для них решение украинского вопроса, это как для приблизительно немцев решение еврейского вопроса. Ну вот русские решили, что от обилия братских чувств они бы хотели всех украинцев просто-напросто убить. А тех, кого не убить, отправить в концлагерь. Там они специально построили это все дело. Мы еще думали, а чего они, может, на пандемию устроят, может, еще что-нибудь. Не, оказалось для нас. То есть, самое главное, знаете, есть два главных итога прошлого года. Первое. У нас полностью развеялись какие-то иллюзии по поводу, не у нас, у нас их не было, а вот у некоторой, скажем так, части населения, проживающей в основном на востоке Украины, полностью развеялись иллюзии по поводу братского народа, с которым можно торговать, рядом жить, вообще каких-то даже и детей иметь общих и так далее, и так далее. Это все, это все просто исчезло в один день. 24 февраля наступило прозрение, что по ту сторону границы живут не люди и мурталаки. Ну, в основном, не все, конечно, но 80% тех, что мы знаем. Просто, вот, собственно говоря, коротко и понятно. То есть, мы просто поняли, что с ними вместе жить нельзя, с ними вместе идти некуда. И, как говорится, любое развитие с ними, это тупиковое развитие. Это стало очевидно для подавляющей части населения, проживающей на востоке, на юге Украины и так далее. То есть, моментальное протрезвление и все, больше никаких иллюзий по поводу России и русского мира. Это один момент. И второй момент, что украинцы, наконец-то, оформились как нация. То некоторые еще бегали до сих пор, вот, где-то за границей, могли ляпнуть, что я там русский, еще что-то. Все, все, это все исчезло. Вон, русские, это там, украинцы, это здесь. Я имею в виду, знаете, даже, может, дожить не нацию в данной ситуации, а вот граждан страны. Вот, как граждан. То есть, граждане очень четко начали себя идентифицировать с Украиной. Просто, железно. Я имею в виду, те, у кого этого еще не было. То есть, стали, стали по-настоящему гражданами Украины, потому что, и вышли на ее защиту. Те, кто говорят по-русски, те, кто говорят, разговаривают украинскую мову, сейчас в одних окопах, громят расистского врага. Вот, собственно говоря, и все. Сформировалась нация. И еще один очень интересный момент, уже вытекающий из этого момента. У нас, как говорят на России, бендеровцы, бендеровцы, очень вредные такие, да, бендеровцы, они жили в основном во Львовской области, ну, где-то там, да, на Западной Украине. И они все время пугали своих маленьких детей, что ты не будешь кушать кашу и молиться на иконку Путина на ночь. Значит, придет очень злой дядя бендеровец и прибьет тебя в одних трусиках к доске объявлений. Ну, как там положено, там же рассказывали. Так вот, эти вот бендеровцы теперь у нас не на Западе Украины, они теперь по всей Украине. Причем, я бы сказал, что в Николаевской и Херсонской областях их намного больше теперь, чем во Львовской. Просто потому, что, знаете, во Львовской области бендеровцы были, исходя из генетической памяти, того, что там творили советы с 44-го года, по настоящее время. А тут никакой генетической памяти не надо. Тут вот вам Николаев, вот вам Херсон, который обстреливается по сегодняшний день. Вот вам Харьков, кстати, по которому прилетает до сегодня. Вот вам Кривой Рог, в котором еще совсем недавно голосовали за этот, как его там, ОПЖЗ, пророссийскую. Люди протрезвели моментально. Все. Россия враг. Теперь вот у любой бабки спроси на вокзале, что такое Россия, Россия враг. Вы знаете, и тут хочется плавно перейти к России. Потому что Путин добился самого главного. Он излечил Украину от рашизма, головного мозга. Да, то есть очень многих людей у нас был в голове рашизм. Мы шебратья, мы шебратья, да. И один народ, и вот эта вся ахинея царя небесного. Путин это все моментально полечил. Все. Мы шебратьев больше нет. Один народ, за один народ, сказанный где-то на улице, можно получить в глаз. И это несомненное достижение. Я причем имею ввиду совсем не Львов. Я имею ввиду Харьков или Сумы. Скажешь один народ, получишь в глаз через две минуты. Да нет, через две секунды. Гораздо быстрее. Вот и все. И излечил 100%. У нас теперь все националисты, все бандеровцы. Вот так вот. А те, что были вата или там без клепки в голове, ну они подались на эвакуацию в Херсоне и уехали туда. Так что Путин и Россия моментально, в течение буквально нескольких месяцев, сцементировали украинцев как нацию и как граждан своей страны. Это огромное достижение 2022 года. А вот на России, они думали, что война будет только у нас. Они почему-то так вот наивно считали, что мы как-то за три дня сдадеемся, еще что-нибудь. Ну что, три дня, говорите, 10 месяцев прошло. Больше 10. 11 месяц идет, да? Уже скоро, за 12 месяцев, по-моему, слон рожает детей. Или сколько там, да? Уже за человека, уже давным-давно, а вот теперь уже слоны столько вынашивают своих слонят. Вы до сих пор ничего не добились и ничего не добьетесь, потому что вы отступаете. Вот мы взяли Новоселовку вчера в Луганской области. Украина продолжает атаковать, Украина продолжает звельняты свои земли. Мы обязательно освободим Луганскую область, мы обязательно освободим Донецкую. Оккупированная часть Запорожская, Херсонская область, конечно же освободим Крым. Это даже сомнений нет. Мы обязательно, более того, я бы скажу, не то, что там сомнений нет. Мы обязательно зайдем в Крым. Так понятно? Вот так вот. Так что большой привет. И расистом. Смотрите, если мы стали нацией за вот прошедшее время, то вы стали лайном. Вы стали изгоями во всем мире. Вы стали не рукопожатыми. Нет ни одной страны в мире, где не заплевали российский флаг. Причем с чувством, знаете, самого глубокого удовлетворения. Вас ненавидят и презирают абсолютно все. У вас накрывается экономика. У вас схлопывается торговля. От вас ушли все торговые марки, более-менее себя уважающие. Это все потому, что вы агрессоры, вы бандиты. Вы в 2022 году стали полными наследниками Гитлера и гитлеризма. С чем мы вас, собственно говоря, можем поздравить. И единственная надежда, которая у вас сохраняется, это на сбройные силы Украины. Которые тем или иным способом укандропупят ваш фашистский режим и дадут возможность в 2023 году вам начать искупать свою вину, так же, как немцам в 1945. Вот, собственно говоря, и все. Так что, друзья мои, с Новым Годом, с наступающим. Я еще сегодня запишу несколько роликов. Слава Украине! Слава нации! Смерть врагам! Украина понад усе! И в 2023 году мы обязательно победим!